Опытный художник, член Союза пастелистов России Дмитрий Орлов и начинающая художница Ольга Харитонова представили вниманию горожан часть экспозиции будущей выставки. Это картины цветов, написанные пастелью. Открытие прошло в формате пресс-конференции. Художники рассказали о своем ремесле, а горожане могли задать интересующие вопросы. Работать с пастелью непросто. Редкая техника очень скудно представлена на выставках. Художники работают кистью, да? Им ставят руку на кисть. То есть они работают кистью, профессионально, все. А пастель – это рука. То есть руки у всех разные, да? Как у пианиста, как что-то, и пальцы у всех свои. И пастель, она требует еще определенной чувствительности своей. То есть фактически все работы выполнены руками. Вот Оля пытается сейчас работать в пастели в технике масланина, да? То есть такую маслянистую основу задает. Вот я работаю больше в технике сфумата, то есть больше на размыве, на растирание. Дмитрий Орлов любил рисовать с детства. Он обучался в художественной школе. Позднее учился в медучилище и работал во ВНЕФ. Но полностью посвятить себя творчеству удалось только на пенсии. Однажды Ольга увидела в интернете работу Дмитрия пастелью. Она приобрела полотно и таким образом познакомилась с художником. Он стал ее наставником, а позднее сложился творческий союз. Интересная была пара Жанна Бекьен. Вот. То есть я имею в виду Дельяне. Оба художники. Вот. Трагическая судьба. Шикарное творчество. Что у нее, что у него. И вот как бы в память о них мы так сократили и назвали вот Жанна Моди Стайл. Почему именно Стайл? То есть мы устраиваем выставки-презентации с проведением всевозможных шоу. То есть как бы так искусство в массы. Название выставки – отголоски рая. Ведь для творцов цветы символизируют осколки рая. Пастель же художники сравнивают с частичками фарфора. Именно поэтому выставка была совмещена с инсталляцией фарфоровых статуэток. Текущая выставка – дебютная для сложившегося творческого союза. Дмитрий пробовал себя во многих направлениях. Но его становление как художника началось с того, что он начал переписывать известных импрессионистов. То есть я анализировал работу, брал, вот, и делал свободные копии. Вот, это на самом деле очень увлекательно, потому что ты погружаешься в художника, ты начинаешь изучать тональность, на которой он работал, краски. Последние вот свободные копии Модильяне вообще писалось там, можно сказать, маленькая научная работа прошла. То есть я даже краски подбирал, которыми он писал. Дмитрий и Ольга работают как порознь, так и в тандеме. В искусстве редко, когда увидишь две подписи на одной картине, но здесь это возможно. Он больше приближен к реализму и любит декор. Она предпочитает импрессионизм. Когда я взяла в первый раз мелок, я поняла, что это титанически сложный труд. Это титанически сложный труд. Во-первых, холст очень тончайший, и потом, когда наносишь мелок, то он начинает сыпаться. Наносишь его многократно, он начинает сыпаться. То есть ты понимаешь, что этот материал достаточно сложный. Хотя на первый взгляд кажется, что все очень просто. Все работы создаются только в хорошем настроении. Заряжаться позитивом помогает искусство. Например, Дмитрий – поклонник живой французской музыки. В планах творческого дуэта – создание кофейного сервиза с видами сырого. В библиотеке имени Маяковского представлена только небольшая часть экспозиции. Она продлится до конца сентября. Вход бесплатный, без возрастных ограничений. Полноформатная выставка пройдет 4 октября. Будет представлен весь комплекс пастели. От нотермортов до пейзажей. Никита Белямов, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, СРОВ24.